На такие встречи главы городов Золотого Кольца собираются не впервые, во Владимире второй раз. Основная тема встречи – подведение итогов туристического сезона. Участники обсудили развитие туризма в городах и увидели новые проекты. Руководители Союза констатируют, поток туристов по одному из главных турмаршрутов России растет ежегодно и 2019-й не исключение. Увеличение есть, оно фиксируется, есть статистические данные, которые собираются как раз таки с гостиниц, с посещения билетов, выкупа и так далее. То есть это объективная информация, ни в коем случае не надуманная. Да, мы видим интерес и то, что приезжают, то, что нам удается приглашать больше гостей. Не стало исключением из общей практики и Владимир. Официальной статистики по турпотоку в областной столице еще нет, но городские власти констатируют, туристов у Владимире стало больше. В частности, активно развивается событийный и детский туризм. Для увеличения туристической привлекательности в городе появляются новые общественные пространства. Только в этом году на улице Чайковского был открыт новый благоустроенный сквер с детской площадкой. Администрация Владимира принимает другие меры по развитию туризма. И мы сейчас прикладываем все силы, вы знаете, для того, чтобы у нас оставались туристы здесь. Развиваем и гостиничный бизнес, для того, чтобы не все уезжали в Суздаль, потом в Иваново. Еще одной темой совещания стало создание единого событийного календаря городов Золотого кольца. Для этого нужно усилить обмен информацией между городами-партнерами. Участники уверены, это позволит еще сильнее увеличить турпоток в Золотое кольцо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...